Хотела сфотографировать Ужика, но я не смогла, потому что, смотря на мое зрение, пленка так же отразилась, как я и видела. Поэтому у меня получилась такая фотография. Видеть главное душой, а не глазами, говорят авторы выставки. У семилетней Софии серьезные проблемы со зрением, но это не мешает девочке фотографировать. Рассказывает в любую свободную минуту, берет в руки любимый пленочный фотоаппарат. Как могу, так фотографировала, мне все равно без разницы. Главное, чтобы я фотографировала. Не представляю без фотоаппарата. Мне только с ним можно ходить, все клацать, 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 пока вообще рука не отвалится. Любовь к фотографии девочки привела мама Оксана Курчанова. Рассказывает, идея создать совместную выставку возникла спонтанно, когда дочь спросила о ее детстве. Так появились две фотоистории о разных поколениях. Одна из них, пятнашки, изображает детство Софии. На фоне больших картин есть одно маленькое изображение. Это тот 16-й квадратик, который мы переставляем в этих играх. То есть это мое видение детства моего ребенка. Я смотрю на нее, рассказываю, как я вижу боль, ее боль. То есть для меня лечение глаз – это боль. И в то же время отвечаю ей на ее вопрос о своем детстве. То есть это просто такая игра, игра в детство. Слабо видящий, плохо видящий ребенок, который лечится, и которого мать все время фиксирует на вот этих маленьких картинках и сопереживает, как естественно, как мать. И ребенок, который как бы ребенок в силу собственного, непосредственно не воспринимает это как сложность, она воспринимает этот мир в яркий. Мы видим, что получается совершенно безумно красивый. О своих детских годах Оксана Курчанова рассказывает с помощью собственного фотоархива. Эта история называется «От трех до шестнадцати». Родные лица, предметы и ситуации, которые окружали ее в то время, фотограф оформила в советском стиле. Посмотреть на фотодиалог о детстве харьковчане смогут до 14 марта в артподвале муниципальной галереи. Екатерина Морозова, Мария Жуйкова, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив».